Ложь или правда? Порой так сложно распознать, что тебя вводят за нос, что просто хочется или сыворотку правды, или детектор лжи себе завести специальный. Однако не нужно прибегать к радикальным методам. Таким детектором можете стать вы сами. Стоит только озвоить азы профайлинга. Сегодня нам преподаст урок эксперт по выявлению лжи, профайлер Сергей Аксютенко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как должна строиться беседа, чтобы можно было выявить ложь, если твой собеседник тебя наглым образом обманывает? Давайте так. Профайлинг сам по себе. От английского слова профайл. Просто понятия смешались сейчас. Профайлинг и детекция лжи. Несколько не так. Профайлинг – это профилирование, составление профиля человека. Какой он, что для него ценно, что для него важно, какая у него нервная система. А вот детекция лжи – это верификация. Как раз вот такое, скажем, верификатор – это человек, который подтверждает либо опровергает сообщаемую человеку информацию по поле там наимече. Вот верификатор всегда профайлер. Но профайлер не всегда верификатор. Мы как раз верификацией занимаемся. Что такое ложь и как строить беседу? Ну, давайте так. Любая детекция лжи, она строится на сравнении. На сравнении, то есть когда у человека, скажем, расслабленное состояние, когда он заведомо, мы знаем, что он не будет лгать, хитрить, какая-то такая простая информация, там, где мы выявляем базовую линию поведения. И, скажем так, проверочная тема. Но между ними еще встраивается определенный ряд вопросов, которые, скажем, подводят человека, подкручивают стресс. Ну, бывало ли такое, когда-то в жизни что-то делал там. И связанное с темой оно не напрямую. У человека начинает работать организм. А потом проверочный вопрос. И тогда мы смотрим как раз изменение поведения и работы организма в стрессовой теме и нейтральной теме. Это принцип работы детектора? Да. То есть в целом, да. Детектор лжи работает точно так же. То есть задаются нейтральные вопросы, на которые человек не будет лгать. Просто задаются вопросы управляемой лжи, когда полиграфолог выявляет, как реагирует организм на заведомую ложь. Ну, например, сегодня там среда? Да. Он говорит, хорошо, сегодня там 30-е число? Да. Ну, то есть на все ответы. И человек знает, что сегодня не 30-е, и организм начинает работать. Полиграф регистрирует эти изменения. То же самое. А потом уже на проверочные вопросы выявляет. Ну, и как организм? Вот я сижу на человека и задаю какие-то вопросы. Начал он там потеть, начал как-то суетиться, шевелиться. Значит, он берет. Вот давайте так. Мы все стремимся упростить все ситуации. Все. Человек так устроен. Мы ленивые. Мы ленивые, и мы хотим облегчить себе ситуацию. Нет ни одного четкого, конкретного признака лжи говорящего. Ну, нет его. Это вот был, как у Пиноккива, да, нос когда отрастал. Все, единственное. Идет набор статистики, идет проверяемость информации. То есть вопрос один раз задал, и человек, например, при ответе почесал нос, как не будет признаком того, что лжет. Ну, просто нос почесался. А если человек, например, пять раз на один и тот же вопрос, там, по-разному заданный, предъявленный, отвечая, начинает чесать нос, ну, это уже о чем-то говорит. И есть несколько параметров, да. Первое – это изначальная реакция, точка выбора, когда вы задаете человеку вопрос. Ну, простой вопрос, там, где был? Да, на работе был, там, или с друзьями отдыхал, да. Ты где был? Пауза, вот эта вот точка выбора, когда человек начинает анализировать, что ему сказать. Она сопровождается еще напряжением. То есть она маскируется по-разному. Дальше как раз мы смотрим за вегетатикой. Вегетативная нервная система – это наше все. Почему? Потому что организмом мы не управляем. Мы не управляем потоотделением, мы не управляем голосом, мы не управляем слюноотделением. Мы вообще ничем не управляем в нашей жизни. Да, у нас сначала идет реакция, то есть мы обрабатываем информацию, включается эмоция, и только потом мы уже начинаем работать. Этим всем как раз стрессом управляет адреналин. То есть выброс адреналина, и пошла работа организма несколько моментально меняется, несколько иной. А если заранее ложь всю продумать, отрепетировать, тогда вот и никакого адреналина, наверное, уже будет. Меня очень удивляет, почему так такое? Как научиться хитрить? Если заранее продумать, в любом случае, первое, любую легенду, если знать некоторые данные, можно, скажем так, при желании разрушить. Второе, даже если человек ее продумал, то у него меняется формат поведения. В любом случае, ускоряется речь, паузы между словами меньше, в отличие от базовой линии поведения. Ну, это нужно очень наблюдательностью обладать, да? Знать, как человек себя в обычных условиях ведет, и как в стрессе. Конечно, конечно, конечно. Поэтому мы никогда не обвиняем человека. Мы общаемся, наша задача не обвинить, а выяснить. То есть, например, если какое-то событие произошло, ну, в рамках безопасности мы проводим, да, мы не говорим, что ты там украл, или ты там что-то сделал. Мы хотим разобраться, поэтому нам нужна помощь. То есть, действительно, наша задача сначала убрать тех людей, кто к каким-то вот негативным событиям, ну, категорически точно не причастен. Ну, то есть, чтобы не было в коллективах там каких-то негативных моментов напряженных. Вот давайте просто наглядно, чтобы нам, шим телезрителям, было понятно, разберем несколько ситуаций. У нас есть Анна Семенович, которая в одном из интервью очень искренне выглядит. Вот как вы думаете, насколько она искренна? Давайте посмотрим. В чем секрет вашего успеха? Мне кажется, в искренности. Мне кажется, мой секрет успех – это то, что я искренняя, я такая, какая есть, я не пытаюсь никого обмануть, я люблю людей, и, наверное, поэтому люди любят меня. Быстрая речь, абсолютно уверена, но она искренне говорит. Она верит в то, что она говорит. Суть в чем? Есть разные типы людей, это как раз уже профайлинг, да, вот люди истероидного, демонстративного такого типа, они как раз зачастую, когда какие-то… Вот она поверила, что она искренняя, она будет верить в то, что она искренняя. В целом, такой вопрос, улыбка ее, вам как вот, просто возвращая вопрос? Ну, она актриса. Я думаю, что любой публичный человек точно умеет вот несколькими дежурными улыбками работать. Дежурными? Улыбка дежурная. Вопрос в другом, искренность – это как? Это проявление самого себя, то есть искренняя улыбка. Улыбка искренняя была? Мне сложно сказать. А почему? Ну вот вы работаете с людьми, в чем отличие? Как вы видите, что человек вам искренне улыбается? Когда у него все зубы видно, вот тогда искренне. Это я считаю, что так. Замечательно. Когда прикрывают, как бы так вот, работают мимика лица и сжимаются губы, тогда не очень, на мой взгляд, искренне. Хорошо, а можно улыбаться только глазами, это как? Я сейчас поясню. Дежурная улыбка, дежурная, социальная, да, как называемая, это уголки губ уходят просто в стороны. Мешочки под глазами не появляются, гусиных лапок здесь нет, и щеки не приподнимаются. А искренняя улыбка – это всегда вот сейчас вот. Вот она вот, пошел смех. Вы ее за кадром не видели еще, это же валяется практически, смеется, смеется. В искренней улыбке уголки уходят вверх, приподнимаются щеки, здесь, получается, под глазами мешочки такие небольшие и гусиные лапки. И разница вот в этом четко, в дежурной, просто в стороны. Но человек же может быть искренне, он хочет улыбаться, но он не хочет вот этих гусиных лапок. Да, он будет сдержанно. Там еще можно, да, там еще лицо уже как бы проработано всячески. Да, давайте посмотрим еще один отрывок. Вот Джон Керри. А, это вообще мастер, как бы. Мастер, да. В одном из интервью активно использовал жестикуляцию. Вот, глядя на нее, что можно сказать? Так что мы все согласны, что нужно собраться еще раз, все как следует обсудить, договориться, таким образом наладить работу так, чтобы отдача была максимальной. Пока что нам не удается загнать конкурентов в угол. Итак, вот здесь прямо... Насколько говорящий жест? Первое. Жестикуляция, она всегда говорящая. Ну, за исключением, конечно, очень хорошо отрепетирован, тоже видно. Второй момент. Чем не очень хорошо? С переводом. Работа с переводом. То есть тут переводчик, ну, не всегда совпадает. А третье, то, что когда он говорил там про «мы хотим достичь», при всем при этом у него глаза уходили, ушли вниз, там, если сейчас вернуться, да, как бы, ну, не особо он, как бы, в это верит, нет сильного такого желания там достигнуть каких-то договоренностей. И вот эта жестикуляция, она просто была иллюстраторой, что вот, да, у нас там есть, чего-то мы должны... Не просто оправдывает какие-то свои действия. Нет, есть разные виды жестикуляции. Просто вот, когда мы расслаблены, вот мы расслаблены, нет задачи там, ну, что-то скрывать, да, мы о чем-то повествуем, мы вот такие горы, там, вот такую рыбу поймали, вот с таким глазом, да, мы раскрашиваем речь. Но как только у нас повышается уровень стресса, как только мы начинаем контролировать, что мы говорим, когда мы начинаем продумывать, анализировать, вся нагрузка уходит на контроль когнитивный, да, и жестикуляция схлапывается, жестикуляция становится меньше. Но как только повышается уровень стресса, еще больше у организма начинаются жесты, адаптеры, мы начинаем сами себя поддерживать, мы начинаем поглаживать себя, успокаивать, то есть это жесты самодоих. А мне, кстати, показалось, вот мне лично показалось, вот эта ручка, это была манипуляция, чтобы отвлечь взгляд зрителя, когда начинаешь смотреть за ручкой уже, то уже не совсем вслушиваешься в речь. Первый момент, вот, не совсем согласен, зачастую люди, когда что-то крутят в руках, допустим, ручку, там, чиститель, Да, он крутил, он разбирал, он ее собирал, он ее перекладывал. Все, что угодно делать. Нет, это как раз является одним из моментов, что человек отвлекает адаптер, первое. И второе, что вращение в руках каких-либо предметов, это переопределение. Когда есть одно, что-то надо сказать, и тут же задача это переопределить в какую-то другую форму, чтобы имело несколько другой смысл. Что вращательное движение, это не то, это другое. Я не опоздал, я задержался. Мы не спорим, мы приходим к соглашению, да, то есть переопределение понятий. И вот эти вот вращательные движения, как раз они проявляются зачастую в переговорах. Мне кажется, эта тема просто неисчерпаема, можно часами говорить. У вас интересная работа, но я не знаю, есть ли вообще стопроцентный результат, чтобы определить, что вот человек, вот, все. 99, потому что в нашей СД работе мы придерживаемся такого правила. Лучше мы, скажем так, совершим ошибку, пропустим человека, который скрывает, чем ошибочно на человека непричастного, скажем так, наложим какие-то там свои предположения, свои заключения. Скажите, в обычной жизни, вот, вы на автомате анализируете поведение, речь людей? Каково вам? А вот это искреннее улыбка. Смотрите, вот это искреннее улыбка. Суть в чем? Оно фоном идет. Я, например, занимаюсь чем? У меня одна из программ, которую мы разработали в Академии исследований лжи совместной, и здесь ее доработали, это выявление потенциально опасных лиц в потоке людей. То есть безопасность особо важных объектов. Это в потоке людей выявить, например, человека с оружием, совершившего преступление, либо намеренного совершить преступление в рамках безопасности. Это же не говорит о том, что когда я иду где-нибудь по улице, я всех сканирую, там, кто там, у кого, какая одежда, какая, что. Нет, но если какая-то ситуация происходит, вы знаете, как триггер такой. Вот с человеком разговариваешь, я не напрягаюсь, я не задумываюсь, я не анализирую ничего. Но как только я вижу какой-то момент, вот, например, ТОС увидел, да, точку выбора, или что-то еще, встречный вопрос какой-то, я уже начинаю анализировать, выключаюсь. А так оно просто фоном идет, и все. Долго ли нужно было учиться, чтобы так было? Я до сих пор учусь, совершенству нет предела. Но я четыре с лишним года уже продолжаю обучение, работаю, практикой занимаюсь, и продолжаю еще учиться, и уже обучаю сам. Ну, успехов, вы слушайте, мы вас почаще к нам ждем. Приглашайте, вы всегда. Наших гостей тоже будете рассматривать. Мы уже не только гостей. Спасибо большое, что пришли к нам этим утром. У нас был эксперт по выявлению лжи, профайлер Сергей Осетенко. Спасибо. До свидания. Эксперты в программе «Утроная Несея» не заканчиваются, и не закончатся никогда. Только что говорили про профайлинг, сейчас будем говорить совершенно на другие темы. Это будет уже садоводчество. Еще один эксперт, Сергей Богатский, расскажет, как можно взаимодействовать с таким капризным цветком, как фикус. Продолжение следует...